Девушки отдыхают Посетить земли народа пугров, которые населяли это Хмао-Янао непосредственно, пробежаться по их историческим местам. И вот спустя два месяца, в то время, пока вся страна отходит от новогодников, группа мотопутешественников собирается в гаражном боксе, что находится под Сургутским мостом через реку Уот. Раннее утро, время около шести, последние приготовления. Байкеры проверяют технику, буквально через полчаса намечен старт. Старт на край земли. Такой маршрут на мотоциклах до них еще никто не проходил. Более трех тысяч километров пути, треть которого проложена по зимникам. Загадывать на дорогу никто не решается. Прогноз погоды говорит об одном, но на поверку может оказаться совсем по-другому. Мы готовы к этому. Настроение как было хорошее, так оно и будет. Нас не смутит, наверное, даже 45. Поэтому пробег хоть как состоится. Туда дойдем, туда дойдем. Честно говоря, все покажут зимники. Буквально через 100 километров погода сообщает, что прогнозам не всегда стоит доверять. Минус 20 по Цельсию обещанных превращаются в минус 30 реальных. Колонна байкеров растягивается. Кому-то удается с легкостью наматывать километры, а кто-то терпит первые поражения. Несмотря на то, что технику готовили почти два месяца, она начала сдавать сбои. Первым это ощутил Север, Александр Приштрома. Как признался Саша, этот отрезок пути для него был определяющим. Именно на нем он задался вопросом, а стоит ли игра свеч. Первый день я пробил колесо, отказала ручка подогрева. Ну как, поставлена была цель, к ней надо было идти любыми путями. Ну а если, конечно, еще не перевернулся на зимники, часть прошел в прицепе. Ну все, вовремя устранили и пошел дальше. На первую ночевку Север пришел последним, к чести сказать, на своем ходу. Пройдено более 500 километров, по дороге часть неисправности удалось устранить. Ждали Александра уже в ресторане. Город Бубкинский встретил мотопутешественников открыто. Такого приема никто не ожидал. Теплый бокс, гостиница, кафе, радушный персонал, рок-концерт местной группы. И все это благодаря людям, которые неравнодушны к байкерскому движению. Это вообще отдельная тема. Всем вообще огромное спасибо. Не буду сейчас перечислять, дабы кого не забыть, потому что пока в голове еще каша, думаю, она еще будет неделю. Пока я все по полочкам разложу, пока я все, как бы, информацию соберу. Ну, ребятам всем огромное спасибо. Вообще не ожидали, что люди действительно не только нам встречающие, да, стороны помогали, но и вообще все. Теплый прием Бубкинского сменило морозное утро следующего дня. Было ощущение, что на улице далеко за 30. В машинах техпомощь электроника говорила об обратном. Точку в этом споре поставил обычный градусник, который был установлен у старого на Урале. Его столбик остановился на отметке минус 48. Прибавить ветер и картина вовсе становилась печальной. Во второй день путешествия мотоциклисты заработали обморожение. Все страдали от переохлаждения. Визоры, которые должны были обогреваться, спасали не всегда. Электроника выходила из строя. Они заболели, они переохладились, они переморозились, но они стали сплоченнее. Они это все переживут, они сейчас дома выздоровеют и отлежатся, но они стали сплоченнее, это самое главное. Ближе к ночи доходим до Уренгоя. Чуть больше 100 километров остается до первой полярной отсечки. Сложно сказать, что этот факт радовал. Ребята устали. До стрелы пошли в полусне. Ворон, Борис Воронков, грешил на самочувствие, пришлось сделать остановку. К счастью, все обошлось, давление у Бори в норме. Об этом мы узнали в общежитии, в котором нас расселили. С нами как бы и шла икона Николая Чудотворца. И я считаю, что благодаря, наверное, всем этим вещам, наши кони, наши люди, наши родные, которые нас ждут, которые за нас также молились, все наше общество, которое нас поддерживало в этой дороге, это, наверное, самое основное. После морозов мотопутешественников ждет не менее сложное испытание. Впереди первый зимний, который должен привезти Салихард. Дорогой его сложно назвать, к тому же на улице жуткая метель. Бросаем вызов, километры наматываются. Справа замечаем деревянные строения, отголоски прошлого, концлагеря сталинских времен, 501-я стройка, ГУЛАГ, трансмагистральная железная дорога, которая не так и не была построена, тысячи погубленных жизней, вышки, бараки, кладбище. Салихарда – это обычная картина. Ощущения от посещения неисприятны. Тяжело проходить через эти стройки, как бы, все это видишь. Вышки, колючую проволоку, как бы, думаешь, как люди здесь вообще выживали, в эти морозы, там, поблизости. Ну, вообще ужас. Даже заходишь в эти казармы. Ну, просто не по себе все. Метель усиливается, зимник засыпает. После нового уренгоя к нам присоединяется квадроцикл. Благодаря ему удается вытаскивать мотоциклы из снежных заносов, где он не поспевает, толкая им вручную. За всем этим наблюдают огромное количество куропаток и оленей. За последними охотились с фотоаппаратами и гонялись на мотоциклах. Такая разрядка помогла немного отвлечься. А дальше в путь. Ночью мы прибыли в Сарихард. Старый Александр Темненко, который прошел в одиночку не одну тысячу километров, поделился. У меня было шесть экспедиций, которые можно назвать на краю земли. Но это единственное, которое я бы один не прошел. Это гарантия. Потому что то, что мы увидели, где были, даже сейчас не верится, что все-таки мы это сделали. В Сарихарде пришлось остановиться свыше положенного. На зимний, который вел в Березово, не пускали. Время не теряли. Посетили два музея. Один под открытым небом, где путешественники познакомились с бытом коренных народов, примерили национальные костюмы и подружились с оленем по кличке Боря. Далее музей имени Шмановского и, конечно же, вторая полярная отсечка. На полярные! Прекрасные ощущения. В первую очередь отличная компания. Повод увидеть свой край, да, Югра, Ямал. Именно те места, которые, ну, каждый здесь живущий и уважающийся мотопутешественник должен, по идее, увидеть. Ночевали на лыжной базе, где, как говорится, все включено или в тесноте, но не в обиде. С графика в итоге по погодным условиям выбились. В общем, решением пошли на зимний. Встретил он нас неподружески. Чуть более 100 километров прошли за 18 часов. И запланированная остановка в поселке Мужи. Заночевали в пожарной части. Нас сам Господь выручал, потому что трассы были очень тяжелые и очень сложные. Это, во-первых. Во-вторых, это слаженный коллектив. Слаженный коллектив заключается в том, что люди именно были подготовлены, организованы. Да, есть какие-то свои нюансы, недочеты, но это все мелочи. Со всеми бывают, но все люди, в первую очередь. И снова в путь. Впереди Березово. Миновав очередную сотню, мы добрались до границы Ямала с Югрой. Зимник стал заметно лучше. Шли практически по асфальту, но весь драйв опять испортила метель. Видимости почти нет. Идем по Аби и вдоль ее берегов. Дошли до Березово. Ночевка, няготь, ночевка. И на следующий день мы в столице Югры, Ханты-Мансийске. Последний рывок и Сургут. На слабые психологические люди не удерживают. Начинают нервничать, психовать, ругаться. А слава богу, тут такого не получилось. Все себя как-то вели так ровно, друг к другу относились. Очень хорошо. Ну, то есть доехали, проехали, все нормально. Нам удалось все полностью. Конечно же, при помощи, наверное, местных богов, которые нам открывали коридоры. Коридоры погоды по этим зимникам. То есть у нас это все удалось. Я считаю, что просто умопомрачительно. Сейчас байкеры отогреваются, но в мыслях уже следующие походы. К примеру, прохват до Ледовитого океана. Было бы желание, а его хватает. Север, однако. Вещание мотоциклы хорошо, а олени лучше. Север, однако. Я мечтаю вернуться с войны. На которой родился мироз. На руинах нищей страны Под дождями и слез. Но не предан земле тиран, Объявившим войну стране. И не видно конца и края этой войне. Я пророчить не берусь, Но точно знаю, что вернусь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...